Меня зовут Ксения Феоктистова, я старший преподаватель ДВФУ и член правления жилищно-строительного кооператива «Остров». Наш кооператив был создан в 2012 году по инициативе Шувалова. В прошлом году я уже выступала здесь с речью, и как вы понимаете, за год ничего не изменилось. Пайщики так и не получили свои дома. Что же произошло за год? Во-первых, мы расторгли договор с Аркадой, которая не выполнила свои обязательства. В настоящий момент идут судебные процессы по возврату кооперативу около миллиарда рублей. Естественно, этот процесс очень долгий и спорный, поэтому рассчитывать на наши деньги нам не приходится. Во-вторых, Дом РФ завел нам своего генподрядчика «Эркострой», который активно строил поселок летом и в начале осени. Во время ВФ генеральный директор Дома РФ Пульник Александр пообещал нам финансирование. Новость о выделении финансовой помощи на достройку поселка ЖСК «Остров» облетела все СМИ. Наши попытки шуметь во время ВФ были пресечены. Нам пообещали достроить все дома к концу года и сдать первую очередь в сентябре. Что мы имеем сегодня? Финансирования до сих пор нет. Председатель наблюдательного совета Дом РФ Чученко Константин отложил наш вопрос на неопределенный срок без указания причин. Стройка. В чем здесь проблема? Директива правительства говорит о том, чтобы выделить средства в 2019 году. Соответственно, в 2020 году директива сгорит и денег мы не получим. Стройка практически остановилась. Никакие дома пайщикам не отдали. Сегодня уже холодает. А это значит, что наши дома пойдут в зиму без отопления и начнут разрушаться. На консервацию денег нет. Сроки опять перенесены на неопределенный срок. Таким образом, наше эконом-жилье по социальной программе превращается в негодное по качеству и в элитное по стоимости. Мы выполнили все условия, отдали последние деньги. Но сегодня мы не видим, что нужно сделать для того, чтобы финансирование наконец до нас дошло. Инициатива президента по созданию кооперативного движения терпит полный крах. Мы ученые ДВО РАН, мы преподаватели ДВФУ и многодетные семьи, незащищенный слой населения. Мы поверили властям и сейчас оказались в безвыходной и унизительной ситуации. И мы требуем, чтобы власти заметили нас и наши страдания, и страдания наших детей и выполнили свои обещания. Спасибо.